11 утра. Воинское захоронение вблизи деревни Роксолянка. Мемориал боевой славы принимает еще девятерых героев Великой Отечественной. Минута молчания в знак благодарности за мирное небо. Останки советских солдат обнаружили в июле этого года. Однако при них не было ни документов, ни медальонов. Вблизи деревни Боровой найдены сразу четверо бойцов. Погибли они, предположительно, еще в июле 41-го. Уже тогда наши военные, а именно 232-я стрелковая дивизия, наносила контрудар на Бобруйск. Еще четверо пали у Думановщины. Бойцы-освободители, погибшие в операцию «Багратион». Их обнаружили на санитарном захоронении в лесном массиве. В раскопках участвовали представители 52-го поискового батальона и отряда «Обелиск». И еще один боец. Мы как раз находимся рядом с этим местом, где недалеко, вот отсюда деревня Сычково. Это в 44-м году было очень купленное место немцев. И судя по тому, как он погиб, этот боец шел в атаку. Он был абсолютно верховой, его даже не прикопали. Но от полученных травм, которых он получил, это разрыв гранаты, снаряда, возможно, на мине подорвался. Эти были несовместимы с жизнью. Но он шел в наступление. Вместе с останками поисковики обнаружили части оббундирования и вооружения солдат. В районный Краевический музей передали металлические буговицы, гильзу от немецкой ракетницы и кокарду. Останки бойцов перезахоронили со всеми полагающимися почестями, холостыми залпами и звучанием военного оркестра. Эхо войны, которая была 75 лет назад, она еще будет долго нам вспоминаться по той простой причине, что пока не захоронен последний солдат, война не окончена. И мы, ныне живущие, должны помнить, чтить и приучать к этому непосредственно своих детей. Всего на территории Бавруйского района больше сотни воинских захоронений. В них покоятся свыше 30 тысяч солдат. На этом поиски защитников Отечества не заканчиваются. Мария Бересневич, Максим Галенка, Бавруйск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова